Итак, друзья, мы продолжаем наш ежедневный эфир бизнес-класса, вторая его часть бизнес-канала, простите, да, вторая его часть бизнес-класс. Сейчас она в эфире Финам-ФМ. Я еще раз с вами с удовольствием поздороваюсь и обозначу сразу же тему. Мы сегодня будем говорить о рынке посуточной аренды жилья. Опять-таки я предположу, что близость новогодних праздников и как результат новогодних каникул делает эту историю актуальнее, да, актуальнее. Итак, тема «Выгодный съем. Рынок посуточной аренды жилья». Представляю гостя. Сегодня в студии Роман Мельников, заместитель директора проекта «Погостим.ком». Роман, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему эфиру. Телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы или поделитесь собственным наблюдением, насколько, на ваш взгляд, эта история интересна. История под названием «Посуточная аренда жилья». Пользовались ли вы когда-либо услугами, да, либо, может быть, непосредственно проекта, который представляет Роман, либо просто снимали жилье на несколько дней. Это всегда очень интересно. Ну и, естественно, ваше мнение по этому поводу. Ваше впечатление от этого. Так, ну что ж, давайте начнем беседу. Роман, проект «Погостим.ком». Когда он, насколько давно он появился, откуда идея такая пришла в голову? Расскажите, пожалуйста. Ну давайте рассматривать динамику вообще реализации данного проекта. Проект существует три года. В общем-то, он возник в голове у двух молодых людей, которых, к сожалению, сейчас в студии нету. И они придумали, как это все дело реализовать. Но с точки зрения их понимания, то есть мы сейчас говорим о сервисе все-таки, да, если мы берем российскую, отечественную индустрию, рынка посуточного жилья, она все-таки является услугой на данный момент. Именно собрать сервис услуг ребята и задумали. Что, в общем-то, и реализовалось. Я считаю, что на данный момент это один из самых успешных проектов вообще, который существует на отечественном рынке. Именно жилья посуточное. Мы не говорим о долгосрочной аренде. Это один из самых правильных и прозрачных проектов с точки зрения безопасности, как хозяина непосредственно апартаментов, так и гостя, который хочет заехать. Гарантии, которые хочет, да? Да, да, да. Гарантии, в общем-то, обуславливаются как минимум. Это работает только по безналу. То есть мы исключили фактор мошенничества с точки зрения гостя и с точки зрения хозяина. Ну, безналичные платежи, они действительно снимают сразу все сомнения в области безопасности? Потому что, я думаю, амриски-то кроме взаиморасчетов еще случаются. Практически нет. Смотрите, какая ситуация. Мы берем предоплату с гостя в рамках суммы за первые сутки проживания и удерживаем данную сумму на счету компании. 24 часа. Что дает хозяину гарантии того, что гость заедет? Да? То есть мы показываем. Ну, либо если не заедет, значит он... А гость уже денежку заплатил, и в случае его экстренного отказа или изменения планов он эту сумму теряет. Ну, то есть если вы уверены в том, что вы готовы заехать, да, вы платите и все. Соответственно, не получилось у вас? Ну, что ж, потеряли. Нет, ну это нормально, да. Это нормально, это нормально. Хорошо, гость заехал, да, тем не менее, заехал, все у него хорошо, получилось. Вот, он какое-то время провел в этой квартире. Ну, как какое-то время. Предварительно оговаривается на какое время. То есть, ну, смотрите, все-таки хозяин у нас, будучи физическим лицом или юридическим лицом, это уже в данном случае не важно, он как-то планирует свой график бронирования, да, ну, непосредственно все, что есть у него. Если он знает, что к нему приедет от нас же или от кого-то из другой компании, а следующий гость, естественно, он будет оговаривать с гостем, который от нас приезжает, конкретные сроки проживания. Потому что у него есть уже там следующий. Конечно, конечно, мы же работаем. Соответственно, если человек хочет вне формате уже работы с нашей компанией продлить отношения с хозяином, в общем-то, хозяин вправе ему отказать, совершенно по спокойному поводу забронированную. Да. Вот, то есть это такая система гарантии, которая предусматривает интересы всех непосредственно игроков на рынке. Я правильно понимаю, что в данной ситуации вы неким посредником все-таки выступаете, да, между арендатором и арендодателем? Да нет, тут уже не посредничество как таковое. Если говорить о позиции посредничества, то это была бы банальная доска объявлений в интернете, то есть которые собирают за размещение с хозяина денежку и все. И берут при наплату, может быть, еще... Здесь мы ведем гостя от начала и до конца, фактически. Более того, нам интересно узнать от гостя, что его не устраивало или устраивало и так далее. Да, интересно, но чуть раньше начнем, Роман, мы ведем, говорите вы, мы ведем. Что значит ведем? То есть гость, определяющийся каким-то предложением вашим, да, приезжает, естественно, физически уже на это место, и там встречает его ваш сотрудник. Нет, не сотрудник. Нет. А кто? В момент проплаты, проплата завершена, хозяин видит, что деньги есть, он получает, гость получает телефон хозяина, и дальше уже они связываются. До этого момента человек не знает координаты хозяина. И адрес квартиры, по сути, да? По сути, да. А, кстати, выбор вот этого объекта, ну, я так понимаю, в рамках проекта, да, на сайте pogoastim.com, там представлены какие-то фотографии, да? Конечно. Более того, у нас собрана уникальная база по фотографиям. Так, что это значит? У нас есть штатные фотографы, которые выезжают на место и делают то, чего еще не сделано нигде. Мы делаем панорамные съемки квартир. То есть вы можете в режиме практически реального времени, вводя курсором мышки или шевеля на планшете кнопочкой, двигаться по квартире и смотреть, какая она, что она и вообще. Да, это удобно. Это удобно. Хорошо. Значит, возвращаемся к проекту. Значит, молодые люди, которые сегодня отсутствуют, к сожалению. Да, Денис и Георгий, да. Они, к сожалению, сейчас отсутствуют, ну, по семейным обстоятельствам. Понятно. Ну, вот они затеяли, и, как вы считаете, Роман, этот проект стал успешным. А есть аналоги какие-то на российском рынке? На российском рынке аналогов продуктов нет. Практически нет, да? Нет. А если за границу посмотреть, за рубежных? Существуют зарубежные аналоги, в общем, давайте, наверное, я не буду в эфире называть. Ну, можно и не называть. Есть очень крупные игроки, но они, к сожалению, ушли с российского рынка. Так. Дело в том, что ментальность российская, она не подается логике извне, да. И по аналогам, собственно говоря, люди многие пытались работать, но в большинстве случаев этот результат очень много и закрылись. Более того, мы, когда проводили там, ну, проводим до сих пор и каждый день там сидим под этими аналитическими всякими завалами, совершенно недавно просматривал очень успешный с точки зрения визуального, да, проект, просматривал графики, какие-то маркетинговые исследования, совершенно видно, что ребята вбили очень много денег в раскрутку, в аналитику, все чудесно. Что ребята поработали, поработали. Висит закрыто. Когда вернемся, скажем, написано. Боже мой. Да, то есть это, ну, смотрите, у нас как-то с 90-х годов пошло, что по большому счету нас везде хотят обмануть. А тут еще и вперед заплатить. А тут еще и... У нас, вы имеете в виду, у россиян. У россиян, да. Да и по большому счету, если говорить о электронных платежах, нормальная информация о электронных платежах и вообще как вид услуги, она начала появляться-то не так давно. Люди, которые сидят в интернете, заказывают одежду, вот недавно совершенно, да, час назад у вас был гость в студии, вот, вся эта тема обсуждала. Все это прекрасно. Да, вот на этот сегмент, его не надо уговаривать работать с безналом. А, ну, давайте возьмем, да, тяжелая промышленность России. Так. Посылает своего сотрудника в другой город на выставку, чтобы представить свой продукт. Да? Для них, ну, что они делают? Они выдают ему кэш, ну, нал, и говорят, что... Командировочные. Командировочные, да. И вот на это, вот, давай, езжай, все будет хорошо у тебя. Человек приезжает, ну, и в большинстве случаев обманывает своего работодателя. Каким образом? Ну, давайте возьмем элементарную ситуацию с трансфером. Да? Давайте, да, давайте мы ее возьмем. Чуть позже только мы об этом поговорим. Сейчас новости послушаем, потом продолжим. Да, конечно. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Роман Мельников. Заместитель директора проекта Pogostim.com. Тема сегодняшнего эфира – рынок посуточной аренды жилья. Я напомню, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Роману. Ну и поделитесь, собственно, известиями с нами, да, новостями с нами. Кто-то из вас занимался посуточной арендой жилья и зачем, собственно, он это делал. Значит, продолжаем мы разговор. И Роман предложил обсудить ситуацию. Ну, такая стандартная командировка, бог с ним, не важно, по какой причине. Ну, смотрите, значит, человеку выдается определенный какой-то буфер денег, да? Причем работодатель обычно знает, что, ну, в этом городе существуют гостиницы вот в таких ценовых пределах. Вот она, Дельта. А работодатель не снимает гостиницу ему сам? Либо, кстати, квартиру на несколько дней? Когда-то бывает, когда-то нет. Вот я езжу в командировке, мне обычно сразу гостиницу снимают. Ну, опять же, да, вы же работаете в телекоммуникациях. Денег не дают на руки практически. А зачастую мы начали говорить о тяжелой промышленности, да? То есть дают кусок кэша сам. Сам разбирается. Вот отчетный документ привезешь, все будет прекрасно. Что мы видим, да? Человек едет из аэропорта, предположим, в который он прибыл, на такси до места его проживания. Он не знает еще, где проживать-то. Ну, вот, нет, давайте, вот, все, его отправили в командировку, да? Он сам занялся бронированием гостиницы, сам понял все. Забронировал ее? Да, ну, предварительно, может быть, специалист АХО ему забронировал, неважно. Хорошо. Вот, первое, что он делает, он берет пустой чек. У таксиста? Да. Так. Который сам потом заполняет и пишет сумму, которая ни на что не похожа. Ну, ладно, уж так ни на что не похожа. Ну, хорошо, в пределах нормы, да? Так, дальше. Вот. Второе, что он делает, если это его вторая-третья командировка, то у него уже есть наработанные связи в гостинице. Такие же пустые чеки, заехал-выехал, он делает у своего же портье, метро до отеля, администратор, неважно. Вот. И в результате компания налетает на достаточно такую веселую сумму. Сам он снимает, может снимать где угодно и через кого угодно. Может, у него друзья там, да? Ну, и опять должна быть разница, чтобы это было выгодно. Конечно, конечно. Ну, такси он заработает, 200 рублей разница. Ну, как, для среднего менеджера, в общем-то, такси, накладные расходы составляют на 3 дня 1015, так что здесь есть где разгуляться-то. Ну, хорошо, то есть вот эти отчетные документы у него приняла бухгалтерия, они ему возместили это все. Я подумал, знаешь, о чем? Что он действительно пришел в гостиницу, там, которую забронировал, попросил пустой чек, потом написал там какую-то цифру, ну, близкую к реальности, а сам в это время живет на вокзале. Ну, нет, таких, наверное, ребят нету. Стоит надеяться, что да. Тогда игра стоит свечу. Ну, не вокзале, но на самом деле у бабушек снять эту квартиру... Ну, она существенно дешевая. Конечно. В разы. Ну, понятно. То есть, если мы говорим о том, как грамотно обмануть работодателя, то это вот. Оно вот все на ладони. Ну, опять же, да, это закостенелые советские структуры, которые не успели нормально превратиться ни во что. Что для нас было важно, когда мы выходили на этот рынок? Ну, во-первых, да, мы мыслим как работодатель в том числе. Мы прекрасно понимаем цену на рынке этого всего. И мы сами даем всю отчетность за нашего клиента. То есть, если ему нужны отчетные документы, мы предоставляем ровно ту форму, которой нужна его бухгалтерия. Бухгалтера разные бывают, это известно. Соответственно, люди, юрлицы, с которыми мы работаем, они просто в восторге. Ну, да, то есть я к чему-то ведешь, да, что, пользуясь вашими услугами, решается определенная проблема. Я, конечно, не хотел бы уж сейчас делать большой акцент, что любой командировочный, это, по сути, такой... Нет, 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 мы говорим... Не кормашение, которое хочет наварить на... Я ни в коей мере не хочу никого обижать, да? Ну, в любом случае, прозрачность, вот об этом речь, да? Абсолютно. Да, прозрачность и вменяемая отчетность, и все сразу прекрасно понимают, что это будет стоить. Потом, для юрлиц, выставка находится четко в каком-то месте. Поехал человек туда, гостиница обычно в зоне выставочных комплексов либо стоит за каких-то баснословных денег, либо, ну, просто добираться до туда очень сложно, да? Соответственно, снять квартиру, может, непосредственно в том месте, где вам интересно. То есть большая вероятность? Все-таки, я думаю, что не всегда это так, но больше вероятность, да, что ты можешь поближе к этой самой... Да нет, как показывает статистика, в большинстве случаев, вот даже в Москву люди, приезжая на крупные выставки, они снимают жилье у нас, и их интересует именно локальность, да? То есть мы говорим о крупных выставочных комплексах каких-то. Там, да, там прям радость части. Понятно. Вот, ну и опять же, если говорить о качестве самой услуги, да? Вот, давайте возьмем такой возрастной контингент наш, да? Во-первых, это, безусловно, студенты, ну, так как студенты почему-то в послесоветском пространстве у нас образовалось такое понимание того, что студенты, ну, сейчас модное слово, нищеброд, да? Нищеброд, так как? Бедные, не пойми что. Вот, на самом деле, есть даже такая смешная аналогия, что денег у него, конечно, нет, но последний айфон у него есть. То есть вот такое вот. Это ребята, которые, да, они знают, где дешевле, и поэтому основная масса студентов, да, она реально проходит через нас. Им не интересна гостиница, им интересна мобильность, поэтому они могут заказать в городе, предположим, там, по двое суток в разном районе квартиры. Да, то есть один клиент, получается, три заказа. Ну, уже интересно. И, конечно, вот то, о чем мы говорим, это бизнес-прослойка. Очень часто люди хотят прямо вот нам здесь, нам так, и вот нам на троих. Я сам, когда мониторил звонки, я спрашивал, почему? Почему к нам? Почему не в гостиницу? Да, вроде и люкс-класс, и вы можете спуститься, да, и все. Говорят, слушай, ну, я на работе нахожусь, 24 на 7, 365 дней в году. Что я буду туда вселяться куда-то, какой-то там, я хочу как дома, чтобы было все, чтобы кухонка была, я салатик смог себе там выйти ночью порезать, да, чтобы этого мини-бара вот этого не было. Вот это вот хочу, что-то вот домашнего такого. Ну, говорит, а потом, ну, надо же понимать, сколько это стоит. То есть если они втроем, предположим, приехали в деловую командировку, что мы имеем, да, ну, достаточно очень серьезный ценник так, если по Москве брать. Если в гостиницу. В гостинице, конечно, троих человек, даже если три одноместных номера или один трехместный, ну, во-первых, там в любом случае будет одна двуспальная кровать, которая им не нужна, да, они же все-таки по делам приехали. Вот, и потом, ну, дешевле, реально дешевле. Ну, в общем, ситуация выглядит вот как-то так сейчас. Я понял. Ну, эту ситуацию давай мы чуть позже еще подетальнее разберем, а сейчас послушаем Сергея, он у нас на линии. Сергей, говорите, пожалуйста, только у вас минутка, буквально. Здравствуйте. Добрый день, добрый. Здрасте. Алло. Да, да, слушай вас. У меня вопрос по поводу, вот как раз по проблеме малого бизнеса. Вот, сейчас, ну, может быть, это не совсем про госзаказ, но сейчас наблюдается такая ситуация. Даже в самые маленькие населенные пункты приходят сети. И эти сети фактически выжимают мелкий бизнес, вот, и при этом еще и дополнительно деградируется ассортимент, потому что покупательная способность все равно недостаточная. Во многих странах есть нормативы на количество населения и, соответственно, где могут быть там те или иные крупные магазины. Вот, хотелось бы обозначить эту проблему, потому что это реально серьезно. Это даже, может быть, серьезнее, чем там какие-то проверки, там еще, которых сейчас уже действительно стало меньше. Сергей, спасибо огромное. Мы сейчас прервемся. Рубрика «Вне времени» в эфире Финам. Финам. Потом продолжим нашу беседу. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. Финам. Напомню и подчеркну. Рынок по суточной аренды жилья. Тема сегодняшнего эфира. В гостях у меня Роман Мельников, заместитель директора проекта Погостим.ру. Уважаемые слушатели, для вас я тоже... Почкаком. Сори, сори, да, это серьезная поправка. Извини, пожалуйста, Роман. Итак, Роман Мельников, заместитель директора проекта Погостим.ком. Правильно, адрес пишите, пожалуйста. Напомню, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код города 495, сайт компании Финам.фм. Итак, мы продолжаем разговор. В общем, собственно, да, последние как минимум 15 минут мы говорили о преимуществах, да, преимуществах выбора для проживания в том или ином городе, ну, по разным причинам, неважно, наверное, да, все-таки это командировка ли, либо какая-то туристическая поездка. Так вот, Роман достаточно убедительно сейчас рассказывает о том, что по многим причинам частное жилье это лучше, чем гостиница. Ну, по крайней мере, это очень четко сформировано альтернативно, да, то есть, смотрите, а предположим, мы еще возьмем такой момент, как семейный отдых. Люди приехали в другой город посмотреть достопримечательности, данный вид туризма сейчас очень широко распространяется именно по территории Российской Федерации. Более того, могу сказать, что у нас на сайте существуют новости, и вот каждый день они обновляются, каждый день их прочитывая, я убеждаю, что просто наша страна богатейшая. Это нормально, да. То там музей открылся, и не всегда это бесполезные утюги, а что-то очень интересное, да. Иногда это полезные утюги. Полезные утюги, безусловно, да. Ну, то есть... А новости, кстати, посвящены именно этому, да? Исключительно туризму, да. То есть, это туризм, это какие-то изменения в законодательной сфере, это все, что касается качества того или иного рода, ну и вообще новости про регионы, конечно. Давай, про семейный туризм, у меня есть даже, может быть, уже... Да, хорошо. В гостиницах очень часто возникают ограничения присутствия с детьми и с животными, да, приехал... И с детьми ограничениями. И с детьми бывают. Ну, вот, во всем грудничком очень часто, на самом деле. Не пускают просто. Не то, что не пускают, а, ну, спрашивают и, ну, как-то с неохотой броню. Я понял, так. Ну, как, ну, мешать будет другим людям, детежу, там, ему же не объяснишь, почему орать нельзя в 2 часа ночи. Вот. Соответственно, рынок частного жилья, он здесь как раз для этих людей. То есть и всё дома, да, и всё хорошо. С другой стороны, кухня под боком, пришёл, готовил там молочка, что-то там, чего ребёнку надо покушать. Не надо бежать ни в бар, не надо не напрягать никаких людей, всё у тебя с собой, всё ты сделал. Вот. С домашними животными та же самая история. То есть у нас в гостиницах не селят с домашними животными. А на сайте у нас присутствует непосредственный пункт с животными. То есть можно, да? Да, это фильтр. Фильтр, который работает. Кстати, я предположу, что многие хозяева, которые предлагают своё жильё вот в такой роде аренду, тоже, наверное, с вопросом отнеслись бы или с опаской отнеслись бы к тем, кто путешествует, ну, с детьми-то, ладно, так сказать, отдельной категорией, но с животными-то точно. Ну, представь, да, приехал какой-то человек там на пару дней со своей овчаркой. Ну, частенько бывает, тут у нас, бывают ситуации, когда нам звонят свежеразведённые товарищи, да, которые, вот у меня собака, жить негде, хочу перебиться два дня. Ну, не вопрос, найдём. То есть это совершенно спокойная ситуация. Ну, в любом случае, вариант найти есть. Конечно, конечно. Гостиницу вряд ли он найдёт в этой ситуации. Ну, посмотрите на сайте, почти 12 тысяч объектов. Ну, да. База обновляется, база актуализируется постоянно по всей России. Найти всегда можно чего-то. Ром, вот, кстати, давай мы об этом сейчас поговорим, по поводу, по всей России. Опять, я предположу, что, может быть, наиболее актуально посуточная аренда жилья, именно в каких-то больших городах, ну, столица, понятно, что... Ну, безусловно, Санкт-Петербург, Москва лидирует. Вот, вот, вот. А как это дело в регионах-то обстоит? Прекрасно. Насколько они там востребованы? Ну, смотрите, здесь мы смотрим уже конкретно на области и на, скажем так, зачем туда люди едут вообще. Да, населённый пункт конкретно смотрим. Населённый пункт, ну, давайте возьмём, значит, лидеры по прошлому году — это Красноярск и Тюмень. Это металлургия и это нефть. Ну, то есть это те же самые командировочные? Командировочные, в необыкновенном количестве туда едут. Отдохнуть там, ну, честно говоря, я вот общался с людьми из Тюмени, они говорят, что особо отдохнуть у них негде, да, то есть таких вот развлекаловых у них нету. Достопримечательности, прям вот, чтобы достопримечательности... Не, ну, тем не менее, какие-то там памятники всё время открываются в выставке, да. Ну, так, чтобы вот человек с другого конца России захотел в Тюмень именно поехать, чтобы там что-то такое посмотреть. Ну, такого нет, то есть он туда всё-таки по делу поедет. Скорее всего, да. Если брать, ну, такие, ну, вот опять же, да, давайте вернёмся к каким-то событийным моментам, да. Небывалый всплеск был, когда приезжал в Санкт-Петербург в Роллинг Стоунс. Небывалый просто, то есть люди... То есть фаны ехали просто на концерт, да? Да, да, причём со всей страны. Заявок от Казани было неимоверное количество, вот. То есть люди смотрят, при этом это настолько непрогнозируемо, а потом, когда наличку сводил, я не мог долго понять, почему там в какой-то город вот едут, ну, прямо вот целенаправленно, да. Вроде бы событий никаких. Событий никаких. А потом выясняется, что прошёл какой-то закрытый показ, какой-то там куларной тусовки, и всё. И вот как-то не было, да. То есть вот три дня вот какого-то ажиотажа беженого совершенно. Всё, потом точно. Ну, то есть можно сказать, что регионы бывают интересные. Я имею в виду города отличные от Питера и Москвы. Именно в результате того, что там происходит какое-то событие локальное, может быть, да, и кто-то хочет туда поехать. И, естественно, скорее всего посмотрят именно на частный сектор, чтобы снять квартирку на несколько дней. Ну, вот на выходные очень часто заявки, предположим, в Суздаль. Да, да. А это уже тот самый туризм, вспоминаем. Да, да, это туризм чистой воды. При этом там все ещё города вокруг, да, то есть человек делает несколько заказов, хочу сюда-сюда-сюда-сюда. Ну, Владимир съездит, наверное, в Ковров. Да, 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 да. Всё-всё рядышком. Вот-вот-вот. Вот. Ну, а крупные, да, Москва и Санкт-Петербург, наверное, не только в результате там командировочных. Или в Питер тоже посмотреть есть на что, да? Ну, как, Санкт-Петербург по Турину просто фантастика. Конечно, конечно, конечно. Да, да. То есть Москва всё-таки у нас, ну, можно, наверное, сравнить с Нью-Йорком, да? То есть это деловая активность, которая, ну, точно абсолютно две трети едут по делам. Вот. Особое отношение у нас к людям, которые пытаются ехать сюда за развлечениями. У вас, то есть у вас как? У нас у проекта. Хозяин, естественно, неохотно идёт на общение с людьми, которые хотят вечеринки устраивать. А они устраивают именно в съёмном жилье, что ли? Конечно. У нас есть специальная категория под вечеринку. Его можно понять. То есть квартира под вечеринку? Да. Вот. А при этом находятся совершенно фантастические варианты. То есть, честно, я вот когда смотрю там на некоторые квартиры фотографии, ну, это феерия какая-то. То есть, ну, вот, там, при этом там звонит, да, у нас очень жёстко, ещё и ограничения по возрасту, да. Нам очень часто звонят дети. Очень. Ну, дети какие дети? Ну, как? Школьного возраста? Ну, практически, да. То есть, и их основная фраза оправдания о том, что, ну, да, у нас будет один взрослый, ему 18. Вот. То есть, ну, это... Ну, тоже они в вечеринку пытаются зайти. Конечно, конечно, да. А дома нельзя, мама с папой дома, да, дайте нам квартиру. Вот. Это, конечно, недорого, это, конечно, интересно, но существуют свои правила, свои правила поведения. Естественно, если гость себя ведёт достаточно плохо, ну, как, бьёт мебель, да, разбивает... Вот я хотел как раз уточнить, смотри, даже меня это в какой-то степени удивило. Ты говоришь, что есть специальные, да, категории квартир, которые изначально предлагаются для проведения вечеринок. Но там же риск, он очевиден, что если это будет вечеринка, неважно даже, какие там сильно буйные будут гости или не очень буйные, вот, но они наверняка будут потреблять, они наверняка будут танцевать, они... Ну, и гораздо больше риск того, что действительно, ну, там где-то что-то разобьют. Какой-то, я не знаю, страховой депозит с ней тоже, да? Конечно. Расскажи по этому. Существуют и страховые депозиты, потом эта квартира стоит немножко дороже, ещё всё остальное, да, то есть страховой депозит изначально заложен в стоимость данной квартиры, в арендную стоимость, естественно. А что ещё? Ну, отдельно с хозяином мы можем оговорить условия вообще. Сколько человек, как будут дебошерить, чтобы вовремя милицию не вызвали, да? Вот, тоже вариант. Ну, то есть предупреждение соседей, по факту, происходит. Ну, что могу сказать? Пока вот прямо таких жёстких эксцессов у нас не было, не было. Бывает, конечно, да, что, ну, звонят нам люди, которые, я говорю, детским голосом, хочу 20 человек, хочу вот коттедж, хочу там, вот. И как только они слышат цену, конечно, они в большинстве случаев отвариваются. Кстати, я вот думаю, что как раз этот ценник, он может выглядеть именно таким образом, что вот, ребята, вы платите вот столько, да, заезжаете там на ночь, на две. Да. И делаете, что хотите. Прекрасный демотиватор. Всё в цене. Вообще, да. Можете вот это вот разбить, можете вот это вот сломать, ради бога. Ну, главное, вот эти... Редко, но бывает. Вот у нас с очами был совершенно чудесный случай. Ага. Кстати, Ром, хорошая тема, учитывая, да, что у нас скоро важные, грандиозные события, и более того, я тебе хочу сказать, несколько дней назад в этой студии сидели представители гостиничного бизнеса, и очевидно, что гостиниц, ну, как минимум для желающих посмотреть это грандиозное событие, не хватит, гостиниц не хватит. И активно привлекает, естественно, частный сектор, и более того, и цены там уже соответствующие, да, и на всех всё равно этого, скорее всего, не хватит. Вот как выглядит это в Сочи, расскажи, пожалуйста. Ну, давайте, значит, сразу расскажу о том, что рынок посуточной аренды жилья, он сам по себе не терпит долгих сроков. Если вы звоните... Это что значит? Это значит, что... То есть задолго я не могу? Задолго вы не можете это заказать. Я понял. В большинстве случаев хозяин ведёт свой календарь бронирования, в котором он точно знает, за неделю, ну, это максимум. Обычно за 2-3 дня до события. А как, извини, пожалуйста, как раньше, в советские времена, помнишь, ну, периодически... Мест нет, но для вас есть, да? Нет, 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 нет. Периодически, раз в год люди, да, куда-нибудь в Краснодарский, в те же Сочи, уже договаривались с бабушкой в частном секторе и говорили, мы на следующий год к вам опять приедем. Можно тётя Маша? Она говорит, ну, конечно, я для вас буду ждать. Я вас буду ждать, для вас буду эту кроватку... Сейчас позиция не такая. Практически нет. Во-первых, бабушки в Сочи, я не знаю, я давно не был в Сочи. Ну, я не в Сочи сейчас... Есть они там сейчас, нет? Бог с ним, это может быть, Геленджик или там что-то другое. Ну, как, ну, с точки зрения отдохнуть там на пару недель, ну, вероятнее всего, что-то такое есть. Но, опять же... Но мы говорим именно об Олимпиаде сейчас, да? Да. О Олимпиаде мы говорим о том, что, ну, за несколько суток до это будет возможно. Всплеск по запросам уже есть. Есть и абсолютно курьёзные случаи. Так. Позвонила делегация ваших коллег из Китая и сказала, что хочет... И почему-то сразу делегация из Китая. Вот. И сказала, что хочет двухкомнатную квартиру. На вопрос, сколько вас будет, она сказала, ну, в двадцатером. И я просто... Ну, это нормально. По десять человек в комнате. Это вполне укладывается, да? В ментальность китайскую. Ну, я представил, как всё это будет, да. Увидел лицо менеджера. Не, ну, хорошо, ты-то тут ни при чём. А вдруг есть желающие, да, 20 китайцев принять на Олимпиаду? Я боюсь, что такого хозяина не будет. 20 китайцев в двухкомнатную квартиру. Ну, пока сумасшедших нас не... Ну, то есть вы отказали. Вы отказали. Нет, мы сказали, что в моём случае позже, ребята. Позже. А, позже. Позже. Позже может найти. Найдётся, да. Нет, ну, там уже всё, конечно, зависит от непосредственных договорённостей с хозяином. Я думаю, что если смотреть по ценовой динамике, что происходит у нас на Новый год, да, цены взлетают в 2-3 раза. Это стандартная ситуация. Причём практически неважно, какой город. Понятно. Ну, и ситуация-то объяснима чем. Конечно же. В Сачах, я думаю, будет абсолютно то же самое. Я понял. Давай ещё раз прервёмся. Новости на Финам.ФМ. Потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в студии Роман Мельников, заместитель директора проекта Pogostim.com. И мы обсуждаем рынок посуточной аренды жилья. Напомню ещё раз. Телефон в студии 6510-996, код города 495. Сайт компании финам.ФМ. Ну и вопрос-просьба. Если кто-то имеет опыт обращения, да, подобные услуги. Ну, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями, как всё это дело прошло. Вот. Не было ли каких-либо проблем. Ну, давайте в Сочи ещё вернёмся, Ром, да? Да. Значит, я так правильно понял, что те наши слушатели, в том числе, которые хотели бы оказаться, да, в феврале на великом этом событии, на Олимпиаде, но по какой-то причине, смотри, сейчас они пытаются найти гостиницу, это сделать не могут, пытаются найти место в частном секторе, сейчас тоже сделать это не могут, пусть не отчаиваются, да, потому что ситуация может за какое-то время до Олимпиады, за небольшое время сильно измениться. Ну, в базе достаточно много объектов в Сочи. Я сомневаюсь, что они прям будут заняты-заняты. Серьёзно? Конечно. Я думаю, что найти можно будет, в любом случае, что-то сделать. Но ценник будет, наверное, запредельный. Ну, не уверен, что так, но в три раза. От среднего ценника по городу, да. А есть ли у тебя цифры среднего ценника? Представить хотя бы масштаб сейчас. Настолько разные бывают апартаменты, настолько разное жильё, что даже средний цифр не могу вывести. Ну, понятно. С радостью бы, но... Я понял. Хорошо, хорошо. Так, теперь давай вот о чём поговорим. Собственно, разные ценники, разные апартаменты, как ты высказал. Ну, давай ближе к действительности. Поговорим о Москве, наверное. Собственно, здесь самая полная картина. Какие бывают варианты? И что востребовано? Наиболее востребовано? И по какой причине? Ну, наиболее востребовано, конечно же, это самые бюджетные варианты, да. Это порядка там трёх-трёх с половиной тысяч рублей за сутки, однокомнатная квартира, желательно близость к метро, там, пять-десять минут. То есть это действительно самое такое... Да, вот будем набирать посуточно в Москве квартира. Упрёмся моментально. Самый мощный вообще по запросам. Статистика просто феноменальна. Могу даже, там, озвучить это, там, за короткий промежуток времени. Давайте не короткий возьмём, да. Это полмиллиона запросов за год. Полмиллиона запросов? Полмиллиона запросов за год. Серьёзно. Это достаточно серьёзно. Это говорит о том, что эта тема начала работать. Люди понимают, что, в общем-то, от... Есть такой термин в экономике, да, эффект блестящих полов. Вот от этих вот гостиниц, от него надо отходить, потому что, ну, человеку нужен комфорт. Больше, да. Больше комфорт, больше домашний уют. Подожди, я не всегда соглашусь. Всё-таки комфорт, это обязательно частный сектор. Гостиница, на то, на гостиницу, что ты там, ну, по сути, да, в комфорте находишься, ничего не делаешь, ничего тебе не нужно. Ну, так не вопрос. А если... Единственное, что надо за это платить, конечно. Давайте к этому, да, ценник присобачим, и всё будет нормально, да. Дело в том, что за комфорт надо платить. Это наши люди уже уяснили, и когда они видят ценник, как, ну, как, я же тоже проводил какую-то, да, аналитику примерно. Я примерно представляю, что у нас в Москве происходит с рынком наших коллег из гостиничного бизнеса. Так. Вот. У нас существует сегмент, назовём его лакшери, у нас существует сегмент хостелов. У нас нет середины в ААШПе. Никакой, да. То есть мы просто не знаем, что это такое, мы не знаем, кто это такое. Так подожди, вот этот частный сектор, это как раз середина... Это как раз та самая золотая середина, которая, да. Ну, я говорю, ценник 3,5 тысячи рублей в Москве, ну, гостиницу в таком варианте нет. Вы, конечно, найдёте, да, но это будет полухостел, это будут картонные стены, страшный туалет. Может быть, я их зря обижаю. На этаже, на этаже. На этаже, да, да. В большинстве случаев, но это так. Да, то есть три звезды у нас, конечно, есть. Да. Только где? И как далеко они от метро. Ну, то есть, да, 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 всё правильно, я с тобой согласен. То есть мы говорим о том, что, безусловно, есть определённые проблемы в гостиничной сфере. Одна из них — это недостаток вот таких бюджетных вариантов. А потом, мы же берём не от количества гостей, да. Мы говорим о стоимости апартаментов. Это тоже важно. Конечно, стоимость апартаментов от того, что вы заедете в пятером в двухкомнатную квартиру, или от двух, да, человек, оно будет как-то варьироваться. Но там ценник не настолько возрастает, чтобы прям... Это просто как раз на случай вот этих вот эксцессов себя страхует хозяин. Не более того. То есть мы говорим ровно об этом. А как таковое, действительно, среднего сегмента нет. Вот он вот, собственно говоря, из-за этого этот рынок и жив. Знаешь, что я сейчас вспомнил? Законодательство наше ведь не стоит на месте. И даже в этой сфере. Прекрасно развивается. Помнишь, развивается. И причём оно развивается в нужную сторону. Разговоры ходят вокруг того, что обязательная регистрация должна быть у тех, даже кто приезжает на пару-тройку день. Вот это не проблема. Не усложнит эту задачу-то? Ну, а кто мешает хозяину сделать ИП? И кто... Ага. Ну, а почему нет? Более того, да, то есть мы же работаем... Ну, как... Я прекрасно понимаю, как сейчас выглядит стереотип хозяина, да? Это реально та самая бабулька с того самого вокзала. Нет. Это в основном... Мы ему подсказываем о том, что... Ну, смотрите, да, удобнее было бы с вами работать по ИП. Почему? Ну, как? Ну, мы всё-таки работаем по безналу и с вами тоже. Да? Соответственно, физическому лицу мы будем переводить деньги или юридическому. Для нас это тоже важно. Это же тоже налоги. Да, конечно. Соответственно. Нам и было удобно с вами работать в этом ключе. Они говорят, хорошо. Смотри, извини, я с тобой согласен, но я хотел тогда уточнить, что вот этот хозяин, с которым сейчас ты так вот, да, заочно ведёшь диалог, он должен и к этому мероприятию более серьезно. То есть для него это должен стать бизнес. Ну, так это и есть бизнес. То есть фактически мы занимаемся управлением его недвижимости. Совершенно верно. Но не всегда же квартира, которая сдаётся в данный момент на посудочное, это её владелец, я не знаю, там, специально её покупал в своё время для того, чтобы вот она приносила ему такой стабильный доход. Может быть, я не знаю, обстоятельства заставили, а давай-ка я вот, мне нужны деньги, давай-ка я сейчас... Ну, конечно. Пару раз, а там же другая история совсем. Ну, смотрите, ну, существуют у нас и так называемые кубышечники, которые вложили эти деньги в квартиру, в недвижимость, она растёт, она, безусловно, там существует целая статичность. Кубышечники вы называете? Ну, люди, которые просто вложили. Ну, согласитесь, что это недалиновидно. То есть у вас есть количество денег, которые не работают. Да, они за счёт различных инфляционных моментов, за постоянные смены динамики роста рынка, да, они всё показывают на улучшение. Да, безусловно, вы будете сдавать с долгосрочную аренду, у вас будет стабильный доход. И окупаемость вашей квартиры, она закономерна. Хотите, назову? За сколько окупается квартира в Москве? Давай, это будет интригой, у нас две минуты есть, и есть звонок, чтобы не томить слушателей. Давай, мы пообщаемся. Кирилл, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. День добрый. У меня был опыт, вот, про опыт, у меня был опыт съёмок пасущного квартиры для бизнеса, правда, это было не в Москве, даже не в России, это было в Казахстане. Так, расскажи. И так сказать, этот рынок очень сильно развит, и каждый хозяин там, это не и по, у них называется ТО. Ага. Сходу, да, то есть самая обычная квартира, у которой там одна хозяйка, у неё там 3-4 квартиры, её из неё я не знаю, и она совершенно спокойно дает все документы, которые моя американская компания принимает, как вот отчётные, и разница с гостиницами составляет полтора раза так стабильно. Дорого. Даже с такой недорогой. Я хотел задать вопрос, как раз по поводу управления недвижимостью. А сколько, вот, предположим, я хочу, хотел бы таким образом за компетентизм сдать свою квартиру через вас? Сколько дней и месяц она должна сдаваться, чтобы она нормально вот окупалась в Москве? Понятно. Спасибо, Кирилл, спасибо за звонок. Понятен вопрос? Да, конечно. Окупалась в Москве, наверное, имеется в виду... Ну, не окупалась, может, приносила доход, может, какой-то соответствующий. Ну, вот смотрите, если сравнивать с долгосрочным, да, то где-то за полмесяца вы выходите ровно на ту сумму, которая составит месячную аренду долгосрочных. А, вот как. Ну, наверное, Кирилл нас слышит, и мне, по крайней мере, понятно, да, то есть если бы я долгосрочную ее условно там, там, за 30 тысяч в месяц сдавал, да? Да, да. То за 15 дней вы окупались. За 15 дней все, я уже окупился и уже дальше пошел в плюс. Да. Ну, это нормально. Ну и давай, интрига, 40 секунд осталось. Интрига, ты хотел сказать, цифру какую-то волшебную. Квартира окупается при долгосрочной аренде за 12 лет. При долгосрочной аренде? А при посуточной? Ну, фактически за 2,5-3 года. Рома, Рома, смотри, ты сейчас серьезные вещи говоришь. Да, я понимаю. За 3 года отбивается от накомленной квартиры? Ну, за 3,5, да, спокойно можно отбить. Ну, это серьезный разница. Спасибо, огромное время закончилось у нас. Роман Мельников, заместитель директора проекта по гостим.ком, сегодня в студии бизнес-класса. Рома, спасибо, что нашел время. Уважаемые слушатели, спасибо за вашу активность, спасибо за внимание, успехов в бизнесе. До свидания.